так всем привет напишите чате что у меня видно и слышно чтобы я знал что все нормально и сегодня у нас с одной стороны грустная но с другой стороны такая светлая и добрая тема вот и я решил назвать это стрим дмитрий марков и фотографы гуманисты ну вы знаете наверное да что дима умер где-то четыре дня назад 16 февраля это произошло вот и мы таким образом отдадим ему должное я в принципе давно следил за его творчеством еще со времен же же это живой журнал был же юзеры вот а потом где-то тоже году в 11 12 наверно меня тоже примерно вот стал использовать instagram вот он тогда зарегистрился инстаграме потом стал прям сильно знаменитым у нее изменились немножко картинки после этого мы об этом во всем поговорим в общем да в таком смысле в каком-то смысле мы помянем диму но в хорошем таком позитивном ключе мы не будем здесь сейчас там рыдать водку с хлебом нет мы поговорим о фотографии и когда я решил рассказать о рассказать о нем как о фотографии принципе я на обучении где-то его неоднократно упоминал показал какие-то работы все в каких-то стримах у меня проскакивал но вот именно прямо чтобы его разобрать да вот как отдельного фотографа такое у меня не было и я вот решил отдать должное разобрать именно его творчество его как фотографа но когда я начал это делать я понял удивительную совершенно вещь что мне все равно придется привлечь других фотографов даже вот не потому что там одного дмитрия не хватает его более чем достаточно у него очень много работ разных это можно долго смотреть и обсуждать он действительно талантливый человек с таким даром врожденным во многом видимо вот но чтобы вот самим нам понять что это такое за фотография почему она такая как она появляется как она получается да в чем и философия нам нужно все-таки погрузить свои корни в истории понять откуда это вырос вот и выросла да и поэтому сегодня у нас будет целая целая плеяда замечательных фотографов не только сам дмитрий то есть где-то первые минут 40 50 мы будем минут 40 на ринда мы будем разбирать фотографов гуманистов я сейчас расскажу что это такое разных из разных времен и я думаю это будет очень полезно интересно и потом мы еще будем минут 40 или 50 разбирать соответственно дмитрий уже конкретно работы вот я как-то так мы сели с лирой готовится и я вот стал и обнаружили что презентация уже занимает 279 слайдов огромное здесь очень много фотографий будет это круто поэтому ставьте лайки внизу есть внизу будет ссылка в описании чтобы эту презентацию скачать получить можете потом посмотреть спокойно досуге фамилии работы все это неспешно все дорогие мои давайте давайте начнем да не пишут хотелось бы побольше разборов фотографов ну когда как слушать у меня обучение сейчас идет вообще и я не часто я делаю разборы скорее когда у меня пауза между курсами да но может быть что-то еще будет то есть будучи кита разбор у меня например в планах может быть чуть-чуть тронуть все-таки мастера маргариту хотя это немножко такая локальная хайповая тема но фильм удивительно ну удивительно хорош для русского для совета для современного российского фильма он удивительно хорош и можно там кое-что разобрать вот и соответственно опен геймера очень хотел разобрать еще несколько фотограф хотел разобрать то есть будки это разбор не не переживайте следите подписывайтесь на телеграм-канал опять же внизу и ссылка вот тут вот и там все не пропустите что поехали дмитрий марков давайте ну русский не русский да это была очень интересная тема насчет мастера маргариты я тоже я был удивлен что те самые актеры которые обычно ну так вот по нашему не будем говорить плохо но если честно плохо играют в фильмах они в этом фильме вдруг заиграли гораздо лучше еще я сделал интересный вывод что наверное очень основная проблема российского кино вовсе не в актерах а в режиссерах вот тут попался действительно классный режиссер который может и сразу все как-то изменилось в этом фильме да вот такие ну что же давайте поехали да значит дмитрий марков фотограф и гуманиста наша сегодняшняя тема и мы хорошим добрым словом с удовольствием помянем человека и посмотрим на его работы несомненно что он хоть и ушел рано до 41 год ему был но он воздвиг уже себе определенный нерукотворный памятник после него останется наследие это очень здорово это классно а значит 82 и 1024 вот 42 год им ушел как я понимаю срок один с чем-то окей вот это дима марков простой парень как вы видите весьма с юмором и у него все его в принципе картинки большие которые если не вот такие вот простые и это очень прикольно в этом что-то есть он действительно был в погружен какие-то социальные темы он не просто фотографировала сам там находился общался коммуницировал с людьми то есть в каком-то смысле фотография даже это было его основная деятельность было общение да и работа с людьми он работал волонтером очень много а фотография являлась скорее таким протоколированием до запоминанием того что он видел вот и мы знаем его по разным вещам вот по работе там с детскими домами с поселениями корректирующими до этого он был он начинал дима расскажу короткую историю про него просто начинал он с но он сперва чувством то техникум инженерным еще что-то там вот он увлекся фотографии и начал с того что он пошел в газету аргументы и факты это был еще до 2005 года то есть прямо начале двухтысячных он там работал же одновременно и журналистом и фотографом то есть и снимал и писал вот тогда это было вообще все нормально можно я тоже работал все время в издании там что только не делали хула там еще в конце 90 начале двухтысячных и вот собственно говоря там он в 2005 году по какому-то по какой-то статье или теме из журнала он попал в некий корректирующий детский дом какое-то или поселение где дети с проблемами подростки живут и так этим проникся так этого впечатлило и здесь можно это кстати понять это можно понять потому что я сам своим ну имел некий опыт и несколько раз был детских домах где я рассказывал там про фотографию что-то там возился показывал ну такие мастер-классы небольшой устраивал вот и эти дети они очень забирают то есть не знаю как сказать им них ну то ну вот них такая прямо коммуникация такая жажда общения идет что этому вот диму они забрали прямо с головой это абсолютно точно он не смог уже то есть он там побывал и не смог не вернуться и дальше он вот уволился аргументы факта в 2007 году и стал работать в этой области то есть стал бы волонтером помогать сложным подросткам потом стал работать в таком поселении как раз где были эти демон там воспитателем работал там молотерил организовывал в общем засосали его эти дети проблемные как бы до забрали себе и вот он с ними возился и собственно говоря параллельно и занимался фотографии как он мог фотографировать и вот на этом он стал известен на этом материале да то есть снимая провод жизнь глубинки про проблемных людей даже привязалось какое-то такое а дальше вот он он же стал это публиковать и появилась там у него своя аудитория которая это смотрела дальше пил с instagram instagram он просто выстроил то есть его даже apple публиковал семнадцатом году он с двенадцатого года вел instagram и там вот был такой некий человек который запустил такой челлендж что типа снимаем только на iphone выкладываем в этот же день то есть такой берн дарь или как-то называлась короче дневник на iphone да и дима стал этому принципу следует то есть снимать только на iphone вот эту всю глубинку людей выкладывать тот же день и вот эти отсюда эти квадратные фотографии и это потрясающе зашло это просто взорвалось то есть он всем очень понравился на него подписались вот как только он зарегистрировался инстаграме тоже подписался с тех пор его смотрел и очень много людей смотрел и там стал популярен и дальше всякое было у него была вот выставки какие-то в частности одна из последних вот эта квадратная россия россия в квадрате она называется в google центре она была еще где-то эти работы висели потом книжка вот у него такая вышла до этого ходил у него книжка черновик тоже с этими работами кстати вот когда он умер прямо такой спекулятивный взрыв цен случился на эти книги многие заметили ну вы не переживайте не бегите пройдет несколько ну пройдет на некоторое время они станут снова адекватных денег стоит да там те шесть-семь тысяч за эту книгу там и часть такая как черновик называется она подешевле хотя она тоже хорошая 4 5 она там стоит вот соответственно сейчас просто не спешите все нормально не паникуйте если надо еще и сдадут я думаю вот но факт что это конечно это популярность да он его стали привлекать и к некоторым таким проектом можно сказать коммерческим ну в каком-то смысле он поработал на нескольких сериалах он на сериале чики где вот все девочки были работал снимал там бэкстейджи как если съемки сериала то есть именно как фотографа такого который имеет персонажа снимать его позвали вот дудь выпустил с ним интервью очень интересное интервью посмотрите его некоторые задают такие вопросы почему номер такой молодой и так далее посмотрите на интервью там есть все ответы в том числе и на вопрос почему он умер мы не будем спекулировать на эту тему я сегодня не про политику я про фотографию дима да не про его личную жизнь и его проблемы которые у него были там но в принципе если посмотреть интервью в дудя то все становится понятно и конечно известен он даже я я считаю в ком-то смысле даже в ком-то смысле жалко что большинство людей знает именно вот этот политический такой скандал да вот эту работу которую он был на каком-то из мероприятий посвященных навальному когда протестовали да то что навального с навальным что-то было и соответственно он туда пошел он там фотографировал его тоже арестовали там на несколько суток что-то там какой-то суд у него был вот и во время этого суда он сделал такую вот фотографию тоже телефон своем стиле где сидит какой-то силовик значит было клави и путин вот эта работа она прямо взлетела хотя сам дима не был таким политизированным человеком он скорее был человеком про простых людей не про систему его не писала систему интересовали люди да и ради людей он за все делал вот ну вот попал он так немножко в политику тоже в каком-то смысле и эта работа была продана на аукционе за 2 миллиона рублей но в действительности чтобы вы знали чтобы вы знали да он что создание книги насколько я знаю но две книги дашь вот создание этих книг что с вот продажи этой работы он вообще ни копейки себе не оставил то есть в принципе все деньги уходили вот как раз разные фонды подросткам и так далее там были разные истории но практически всегда он указывал куда пойдут эти деньги как бы с книжки там и так далее и вот это вот работа на было продано насколько я знаю были эти деньги поделены на две части в разные фонды связанные как раз помощи тем кто какого при протестах арестовывать и так далее они были направлены вот но мы сегодня не про это потому что дима не проект если это просто это какая как бы краевая история которая случилась то есть если мы будем сейчас разговаривать о политике и очень многие кстати очень многие люди они вот его воспринимали именно и спорили да на тему того что вот он показывает неприглядную сторону россии тут такой здорово он показывает неприглядную сторону России. Кто-то такой, фу, он показывает неприглядную сторону России. Он не показывал никогда неприглядной стороны России. Боже мой, ну что же вы это не понимаете? Ну, я сегодня постараюсь, ну, я говорю тем людям, которые вот приплетают к этому всю эту политику, я сегодня постараюсь объяснить, что он людей показывал просто определенных людей в определенных местах. Это не было для него приглядным или неприглядным порицанием или... Это немножко другое. И вот мы об этой немножко другой фотографии, немного другом отношении и поговорим. Это очень интересно. Вот. Но сперва, прежде чем поговорить о Диме, какой бы он ни был классный, и вот чтобы понять, почему его фотография такая, о чем он снимал, что и зачем, нам нужно определиться с таким вот термином, который называется фотограф-гуманист. И это словосочетание не случайно, я его не выдумал, такое вообще существует, то есть я его слышал, в частности, у, собственно, подобных людей, вот я знаю лично там нескольких человек, которые сегодня я буду вам, троих из тех, кого я сегодня буду рассказывать, я знаю, вот, и, и, соответственно, мне нравится про Бориса, будет мой знакомый, нет, к сожалению, не будет, не знаю Бориса, посмотрю, что за Борис, вот, ну, будет про тех, кого я знаю. Окей. Да, и вот есть гуманисты, что такое гуманисты, да? Гуманисты, это такое направление фотограф-гуманистов вообще, о чем они, что? Для этого нужно задать вообще вопрос себе, что такое гуманист. Вот, по мне, гуманность это любовь к человеку, не без каких-то условий, то есть, ну, это такая условия, вот, я же не знаю, что такое, есть такая безусловная любовь, но любовь родителя к ребенку, не важно, ребенок там двоечник или отличник, хорошо он что-то сделал или плохо, да, вы его любите, безусловно. И вот эта безусловная любовь, когда человек может такую подобную, может, не настолько яркую, как своим детям или родственникам, но проецировать такую безусловную любовь к разным людям, к чужим, в том числе людям, да, например, вот к какому-нибудь там, неважно, это может быть какой-нибудь забулдыга или наркоман, или наоборот хороший человек, или какая-нибудь бабушка, или какой-нибудь случайный встречный, поперечный, или просто дети, которые играют на углу. Вот это вот умение смотреть на них таким, с определенной долей любовью и принятия, это и есть гуманизм, это очень непросто в наше время, потому что сейчас очень много людей, очень много конкуренции, и это все немножко утомляет, и, конечно, часто мы сталкиваемся с тем, что, ну, тяжело любить людей, да, да, вот, редкое качество в наше время, правильно написали в комментарии. Вы не стесняйтесь, пишите свои мнения, эмоции, то есть, не обязательно, у нас сегодня, еще раз говорю, у нас не вечер, не вечер похорон у нас, нет, мы разговариваем о фотографии, и мы о хорошем говорим, как бы, позитивно, в первую очередь, вот. И гуманизм, эта тема очень старая, она, разумеется, еще и до фотографии существовала, да, вот, например, у художников, я просто несколько примеров покажу, вот, да, вот называется, часто Марков снимал чернуху, ну, вот, вот это как бы, вот, мы об этом поговорим, но это, видишь, это твое отношение, то есть, это желание повесить такой огромный ярлык, там, он там был, он был против, там, он был в политике, там, он снимал чернуху, он это, вот, я и говорю об этом, что очень многие люди, они сильно ошибаются, когда они пытаются оценивать его с точки зрения позитива или негатива как таковых, да, потому что, если ты видишь в этом чернуху, возможно, он в этом видит действительно людей, причем схожих ему, он сам был человеком с определенными проблемами, определенными такими вещами свёстными, ну, как бы, в той среде, которую он снимал, если уж так говорить, поэтому для него это не было чем-то, вот, как ты идешь и видишь, что такой грязный, такой, фу, я это сниму, это чернуха, вот, тут надо понимать, понимать, понимать разницу, ну, мы об этом поговорим. Так вот, гуманизм, он, в принципе, очень широко, наверное, конечно, ну, в своё время он проявлялся в возрождении, потому что там ценилась жизнь людей и какая-то, наконец-то, начала цениться. В принципе, конечно, в средние века, вообще в истории жизнь человеческая была не очень дорогой, не очень интересной, интересовала, как правило, жизнь выдающихся людей, каких-то богатых там, или, наоборот, что-то совершивших и так далее, но вот жизнь простых рядовых людей, она не очень интересовала искусство. И вот один из примеров, да, вот эта работа, здесь, вы знаете, что это такое, кто быстро напишите, что это за художник, что это за картина. Да, он снимал, скорее, жизнь простых людей, не чернуху, просто в жизни простых людей много вещей, которые можно считать чернухой, особенно, не только простые, он снимал жизнь людей достаточно проблемных, то есть даже вот, если к чему-то говорить, да, да, Суриков. Вот, да, я и говорю поэтому про гуманизм и любовь, и я сегодня хочу поднять эту тему, чтобы вы поняли, потому что очень многие относятся вот именно с такими ярлыками к его фотографии, вообще к людям, которые фотографии, типа ярлыки, да, вот там, вот алкоголики, вот то, вот чернуха, вот наркоманы, вот плохо. Мне очень не нравятся эти ярлыки, это не тот случай. Как раз суть, суть вот гуманистов, это люди, которые пытаются поделиться с нами этим отношением, потому что мы по-человечески относились даже к тем, у кого в жизни что-то не сложилось, там, что-то плохо и так далее. В этом идея гуманизма. И они эту идею через свои работы, собственно, и проецируют. Да, Курби и так далее. И вот у Сурикова, например, здесь все-таки, конечно, герой, здесь герой сам, да, староверческая, ну, вы знаете эту историю. Вот, героиня здесь известная. Но чем интересна эта картина, в том, что в ней есть много людей, и все эти люди прописаны, и он отдельно. И эти люди, это, многие из них, это обычные люди, они нонеймы. И вот какой-то юродивый, какая-то бабушка-молельщица, и какой-то там монах-странник, и какой-то купец, и какой-то мальчишка, который бежит. Вот. В общем, здесь есть уже обычные люди, их много, они прописаны, и с любовью, и с интересом, да, и с очень разными эмоциями. А потрясающе, кстати, сходите сейчас в русском музее выставка, как раз у Сурикова. Там, кроме этой картины, она хорошо экспонирована, там есть несколько мощных, больших картин, и собраны его зарисовки, как вот он отдельных людей тренировался, сперва находил, выписывал и так далее. И очень понятно по этим зарисовкам, что ему важна здесь не только главная героиня, да? Да, кстати, есть разбор стрим с разбором этой картины где-то. Вот. И, ну, конечно же, вот, вы же все знаете этого товарища, да, Бурлаки на Волге и не только, который тоже рисовал людей, у него было много картин с простыми людьми и с их проблемами. И это тоже такой некий гуманизм, да, уже. Вот. Репин вообще, он просто потрясающий. Ну, то есть даже вот как нарисован, это простая крестьянская девочка, но с какой любовью и интересом она нарисована. И это уже очень сильно напоминает работы фотографов-гуманистов, да? То есть надо понимать, откуда все это растет, вот здесь все начинается. Так, ставим лайки, нас уже почти 500 человек собралось, ух, вот, да, неожиданное, да, возвращение блудного товарища. Тоже знаете эту работу, да, тоже Репин. Это же абсолютно гуманистический сюжет и ситуация, это проблемный человек, который пришел. Ну, вот, да, вы сейчас посмотрите, какие фотографы будут. Это проблемный человек, который вернулся к своим родственникам спустя долгое время. И это очень непростой сюжет, и он, это гуманистический сюжет, да. И французские импрессионисты тоже, насколько это возможно, они показывали жизнь обычных людей гуманизмом и толерантностью. Нет, толерантность – это когда ты просто не делаешь зла вот этим людям с проблемами, а гуманизм – когда ты пытаешься их любить и делать им добро. Понимаешь, разница? Толерантность – это терпимость. То есть просто будь терпим, не показывай. Ну, толерантность, она, наверное, в каком… Просто я толерантен, я, типа, не раздражаюсь, что тут вот какой-нибудь там забулдыга бомж сидит на лавочке, меня это не бесит. А гуманизм – это когда я пошел, купил ему еды, принес и на похмелку денег дал. Ну, я очень говорю условно, но можно так сказать, да. И французы вот тоже, когда импрессионисты появились, они изображали жизнь действительно обычных рядовых людей, их простые радости, какие-то вещи. Да, Лев Толстой в чем-то. Ну, Льва Толстого много очень заносило туда и сюда. Вот есть замечательный современный художник английский, который зовут Митч Гриффитс, который рисует потрясающие работы. Это масло, это огромные монументальные полотна, там по 3-5 метров размером. И вот эти трехметровые картины, на которых героями очень часто становятся обычные люди, обычные современные люди, которых он видел где-то. Вот мне очень нравится вот эта картина, она просто невероятная, это современная такая… Это что с милым рай в шалаше, точнее, на проезжей части дороги с разбитым гамбургером с Макдональдс и картошкой разваленной. Вот. И это тоже такой некий современный гуманизм. То есть, это очень мощно. Это художник, который рисует маслом, это не фотография. Хотя и фотография такая была бы просто потрясающей. Вообще, есть теория, что он сперва делает фотографии, а потом с них срисовывает, потому что у него гиперреалистичное изображение. Ну, в общем, такая история. Вот. Но мы пойдем, конечно, по фотографам. То есть, да, Боярни Морозовы. Знаете, дорогие мои, что направление идеи гуманизма существовало еще в живописи. Особенно здорово в конце 19 века, в середине и в конце 19 века. Да вообще во всем 19 веке эта, собственно, тема хорошо раскрывалась. Вот. Но мы поговорим о фотографах. Наверное, первый фотограф, о котором надо поговорить в этом ключе, это замечательная женщина, которую зовут Доротея Ланш. И она, вообще-то, имела высшее образование, жила в Калифорнии. И она не была уж бедной, уж точно. Но когда случилось, она стала наиболее известной как фотограф не в 18-е, не в 20-е годы, а в 30-е годы, когда началась Великая депрессия. Именно вот она является летописцем вот этой депрессии. Она просто сорвалась и поехала по Америке. Она снимала вот эту вот ситуацию, этих всяких переселенцев, безработных людей. Ну, вот дух того времени, что там происходило. И всякие там были истории. Вот, кстати, вот забавно, что среди всех работ вот это, конечно, подфотошопили тут. Ну, классно, выглядит круто так, подретушировали. Вот, и это у нее вот очень известны вот эти переселенцы, их семьи, с детьми, вот эти работы. Это был гуманизм того времени. Тем более от человека, который имел высшее образование, мог с этим и не сталкиваться по возможности. Вот, и Доротея Ланш, это, наверное, первый такой широко известный фотограф-гуманист. О, у меня шарики полетели. Что только не происходит. Вот, соответственно, обратите на нее внимание, если вы ника не смотрели. Я видел несколько ее выставок живую в Англии, еще где-то видел, не помню. Прям вот распечатанная работа, большую. И это, в принципе, очень впечатляет и интересно. И, кстати, она еще и, факт, что она женщина, для тех годов это было, конечно, сильно. Вот, но вообще в Доротея, ну вот она была достаточно в каком-то смысле негативной. У нее были фотографии в другом стиле, но мы все ее знаем именно по проблемным фотографиям. То есть по летописи, по летописи вот этих тяжелых непростых лет. И все эти работы несут, ну, такой оттенок, ну, есть немножко таких более-менее расслабленных работ, но большинство несут они оттенок такой депрессивный, конечно, и проблемный. Вот. А вот другой человек, который чуть позже появился и тоже, несомненно, является фотографом-гуманистом, это Роберт Дуано, да, очень известный во Франции фотограф. Я всегда шутил на эту тему, что вот он как раз увидел немножко другую сторону в людях, хотя, конечно, он снимал это тоже в сложные времена. То есть Вторая мировая война, там, чуть до, чуть после. Вот. Да, Вивен Майер можно, ну, я не буду про Вивен Майер, потому что Вивен Майер, скорее, даже не гуманист, она была, конечно, она просто была человеком-маниакальным собирателем. Маниакальным собирателем. Я понимаю, что ее, мне здесь все-таки важен отношение и порыв, почему это фотографировалось. Она фотографировала более рефлекторно, поэтому я не стал ее сюда ставить. Это хорошее, хорошее замечание, но ее здесь нет, потому что я ставлю только тех, у кого я вижу отношение к снимаемым, однозначно, точно могу сказать, что все-таки это именно вот гуманистическая идея и концепция, да. И вот Дуано был, несомненно, гуманистом. Я всегда шучу на ту тему. Шутка у меня такая, не шутка, что самый известный французский фотограф – это Cartier-Bresson, но самый известный французский фотограф о Франции – это Дуано. То есть французы любят Дуано, потому что он, Cartier-Bresson, такой более механичный, более политичный, больше наблюдатель, красивая композиция, но он не гуманист настолько, насколько был Дуано. Дуано понимал вот эту французскую душу, и это очень классно, когда смотришь его работы, это всегда очень тепло, очень здорово. Он про людей, про их отношения, у него всегда был какой-то юмор такой в его работах, у него очень работы, такие вот взгляды он ловил, какие-то неоднозначные ситуации. И вот в его работах есть юмор, тепло, теплое, прикольное отношение к тому, что он снимает. Есть большое отличие между его работами, работами Cartier-Bresson, посмотрите, у Cartier-Bresson они более математические, более строгие, более отстраненные. Вот, да, такой не романтизм даже, а любовь. Причем Дуано снимал, смотрите, и бедных людей, и богатых. У него нет такого вот, он не стремился вот только несчастных снимать, он снимал очень много и счастливых людей. Наверное, даже, пожалуй, даже если люди сами по себе были у него такие вот бедные, несчастные, снимал он почти всегда в счастливых ситуациях. Вот видите, мальчик спит со своими лыжами в обнимку и завтра пойдет кататься. Вот, и вот это вот умение увидеть позитив практически в любой ситуации, какой бы она ни была, а то оно видел позитив. В отличие от Доротея Ланг, он даже в сложной ситуации, в депрессивные времена и так далее, он видел позитив и какую-то иронию. Это очень классно. Видите, даже вот эта вот машина разваленная, что-то, но все равно вот эта игра детей есть в этом какой-то позитив. Они едут в свое светлое будущее, пускай оно и не сейчас, но будет потом. Вот, и поэтому Дано был уже таким позитивным фотографом. То есть Доротея Ланг, я с нее начал, но она немножко такая в сторону, то есть она такой, она пессимистичный гуманист такой, антиутопийный, тупиковый, да, как бы. Это же оптимистичные гуманисты, и мне больше нравится фотография, вот лично мне больше нравится оптимизм. И я не зря сейчас рассказываю вам об этой дихотомии, да, то, что можно снимать про людей пессимистично, можно оптимистично, и то и другое, в принципе, будет гуманизмом, но вопрос какой прогноз, какой ощущения. Потому что в Диме Маркой мы увидим потом, все, что я сейчас показываю, рассказываю, это как бы такая присказка к Диме Марку. Когда мы посмотрим эту подборку фотографов, дальше мы откроем Диму, мы сразу поймем откуда что, как все устроено, потому что все абсолютно понятно. Вот, ну и вот он очень, у него такие пронзительные персонажи, их взгляды есть, какие-то моменты, отношения он тоже замечает. Вот он снимал всяких ресторанчиках, там рюмочных, классно абсолютно, да. Вот как эта девочка смотрит на этого дяденьку, который рукодельным занимается, такая как принцесса. Вот, как люди, у людей есть какие-то радости, они смотрят на какие-то игрушки, там еду на что-то, им это хочется. Вот он очень часто замечал эти моменты. Они вот, видите, прыгают, какие-то просто резвятся, играют. И все это будет у Димы Маркова, мы увидим там это, да. Классные взгляды такие выделяются. Просто вот парень рад, смотрите, 5 плюс 2 равно 8. Ну, почему бы и нет, в общем. Пускай будет 8. Оптимист. Вот. Вот это, конечно, потрясающе. Видите, у него машина игрушечная, но зато она едет. А рядом стоит машина настоящая, но зато она разбитая какая-то, лопнувшая и ехать не может. Поэтому, в принципе, мальчику лучше. Вот. Вот это просто гениальный кадр совершенно. Взяли и повесили его на скрепке. И висит же, смотрите, какая интересная ситуация. А тут ребята шалости, они звонят и убегают, да. Там какой-нибудь дяденька выходит. Вот тоже позабирались тут вообще. В общем, да оно потрясающе. Я подобрал именно не самые, может, даже известные его фотографии, а именно связанные вот с такими простыми людскими радостями, детьми и тем, как они играли. И есть огромный толстый альбом. Вот. Вышел, купил багет, посчитал, сколько денег осталось. Ой, пессимистично немного. Ну, тоже ничего. Вот это потрясающая работа, где взрослые идут, и ребенок их копирует, их походку. Обратите внимание. То есть очень интересный момент. Ну, вот тоже эмоции потрясающие совершенно. Папа с дочкой. В общем, вот такой замечательный человек был Дуано. Обязательно запишите, посмотрите, найдите какую-нибудь книжку. Сейчас, в отличие от книг Димы Маркова, какой-нибудь альбом Дуано на Авито стоит недорого, и вы можете его купить. Вот. Эллиотер Витт, конечно же. Это вот тоже из Америки, но человек с тоже позитивным взглядом, гуманист такой позитивный, очень известный своими юмористическими картинками. То есть человек, который такой стендап от фотографии, он умел шутить фотками. Это было просто потрясающе. То есть он мог снять фотографию, которая вызывала смех. Смех, радость какой-то глупой ситуации. Вот здесь, например, можно увидеть, да, вот. Вот такая история. Ну, мне тут поражают спорить. Смотрите, это терминологический спор. Равнодушие и толерантность – разные вещи. Толерантность – это действительно жизненная позиция. То есть это осознанно принятое равнодушие. Не потому что тебе все равно, потому что ходят, надо, чтобы было все равно. Ну, ладно, неважно. Слушайте, это каждый сам определит для себя. Зачем вообще спорить на эти темы? Суткус входит ли? Ну, давай, подождем чуть дальше и посмотрим, входит ли суткус. Ладно, по секрету, я с ним знаком лично, поэтому входит. Я его поставил, конечно, презентацию. Но давайте дальше посмотрим. Пока все, идем по очереди. Подбираемся к Диме Маркову по хронологии. Вот. И смотрите, вот эта вот история. Ну, здесь вопрос, что считать, вот говорят, хорошее и плохое, что показывает, смотри, здесь вопрос, что считать хорошим или плохим. То есть глядя на дно. Красота в глазах смотрящего, и очень часто в глазах смотрящего, и... Что-то у меня фокус вообще сказал ку-ку. Интересно. Смотрите. Поймись в фокус. О, вернулся. Да, это... Видите, даже Кэнон с его самым-самым фокусом может иногда так налажать. Эмоционально сегодня. Фотик расплакался немножко, сгрустнул, и у него так все мутненько стало. Вот. И, соответственно, соответственно, вопрос уже в глазах смотрящего, и отношения тоже. То есть один и тот же кадр, ты можешь сказать, что это чернуха и плохо, а кто-то может посмотреть и сказать, да пацаны развлекаются. Вот. Это интересный вопрос. Но пойдем дальше. В общем, Эллиотер вид классный. Знаменитые его эти собачки. Ну, он, кстати, снимал известных людей, потому что он работал и на издании, и он, честно, снимал звезд. Ну, всегда в нем была какая-то вот ирония в том, что он снимал. Все девочки спиной одна вот так, смотрите. Какая-то ирония в этом всем этом была, и юмор, и это было очень здорово. Вот. Lost Persons Aria, да. И потерянные люди. И там ребенок, посмотрите, какая лежит. Вот. Девочка тоже в музее. Это в британском или в каком... А, это в Америке с мумиями там есть. Вот. О, этот пудель, это вообще задница этого пуделя. Ой, вот такие штуки. В общем, короче, классный был парень и рвит. Но на этом все не заканчивается. Есть еще много интересного фотографа гуманиста. Давайте на них тоже глянем, посмотрим. Вот, например, Мартин Парр. Мартин Парр – это цветной гуманизм. Это британский дядечка, который снимает всегда каких-то несуразных, запачканных, жирных, каких-то дурацких людей, детей пятнистых таких. Он очень любил на курорты всякие, типа вот этот, как он называется-то, там от Лондона отъехать. Я там был, блин, забыл, как это называется. В общем, английские всякие курорты, вот, тоже в Англии же которые. Там эти вот пляжи, где вот это вот безумные люди, которые пытаются урвать немножко отдыха. Брайтон, да, точно, Брайтон. Спасибо большое, Люсине. Вот, вот эти вот завсегдатые Брайтона абсолютно безумные. И он снимал их со вспышкой еще такой, прямо в мыльничном стиле, в лоб, вот. И ты на все это смотришь, а спирата думаешь, ну это какие-то, наверное, противные люди, наверное, он их снимал больше, а потом он понимает, что нет, да он их любил, в принципе. То есть, ну, вот он их любил, они ему нравились. Вот, да, он видел в этом плюсы. То есть, они для нас, может, такие какие-то красные все, сожженные, жирные, а для него они были прикольными, яркими такими. Да, грязище все это вот специально. Вот он, когда приехал он в Питер, я вам подтвержду, он молодец. Вот я столько снял свадеб, столько видел разного на этом месте. И как бы это хороший кадр, поверьте мне. Это надо было поймать. Вот, вот эти вот загорающие у нас там есть, и кто только не снимал их. Брессон, все, кто приезжали в Советском Союзе, снимали их там, этих загорающих. Мы их подснежниками в Питере зовем. В смысле, что они начинают, что там еще лед, но там есть вот эта вот стена Петерпаловки, где от ветра всегда закрывает. Такая стена, когда солнце светит, там всегда тепло, а ветра нет. Потому что там такой закуток, угол. И там загорают люди еще прям в марте, в апреле, еще когда лед лежит. Вот, всегда можно их там найти, вот этих загорают. Они еще потом, бывает, купаются там в проруби. В общем, такое вот. Вот, короче, он тут съездил и в Италию, тоже Мартин Парп. Посмотрите, тоже какой юмор к туристам, к каким-то вот этим вот безумным детям. Вот эти вот... У него целая серия про вот этих туристов, таких архетипичных, таких несуразных, фотографирующих все, что можно вокруг себя. И даже какие-то богатые люди вот отдыхают на каком-то курорте. У него они тоже такие смешные, с красными затылками. Видите, их дорогая белая одежда не спасла их от всего этого. Да, подснежники. Вот, ну, в общем, вот этот вот пар, тоже посмотрите его. Смотрите, это Голубь. Портрет Голубя невероятный. Он очевидно гуманист, он любит людей вот в их таких несуразных туристических проявлениях, их такой незатейливый отдых среднего класса и не только. Ему это все нравится. Он это ярко и сочно смакует и показывает прям вот так вот. Вот, смотрите. Вот. О, такой. Окей, это Мартин Парр. Но это еще не все. Вот сутку, собственно, о котором говорили. Замечательный еще, насколько я понимаю, тфу-тфу, ныне живущий все еще человек, хотя уже и старенький. Вот. Это был фотограф советских времен. Он прибалтийский фотограф. В те времена снимал он супер-супер-супер давно. Я не знаю, чуть ли не с 50-х годов, по-моему, что-то фотографировал. Он всю жизнь фотографировал. До 90-х точно. До практически начала 2000-х. Он активно фотографировал. Сейчас я не знаю. И он снимал жизнь людей всегда. И у него тоже вот эти очень пронзительные... Он такой советский дуано. Наверное, так и есть. Советский дуано. Ну, с долей чуть-чуть коррекции такой. Вообще прибалтийские фотографы были очень классные в Советском Союзе. Они были немножко другие. То есть вот здесь было слишком недалеки были от Европы. Слишком все здесь было зажато. Они были как-то смелее. Не знаю, такое ощущение, что вот на них немножко поддувало это и сами Европы. И поэтому вот черно-белая фотография вот прибалтийская школа, это было очень классно. Там было много крутых фотографий. Ну и вот самый из них классный, мне больше нравится, это Суткус. Есть его толстый альбом, очень крутой. Вот. У него такие пронзительные персонажи иногда. Просто смотришь и даешься. Тоже у него есть юмор. Вот девушки красивые. Какая-то жизнерадостность есть всегда. Да, такой слой дух. Иногда он прямо вот он снимал людей, тоже интересность того поколения как-то. Вот. В общем, старый млад у него здорово получался. И деревня, и город, и хорошее, и это, и печальные какие-то истории, события там, похороны. Не знаю. Тоже у него получались классно. Очень классный человек. Кстати, хочу отметить, ну вот презентацию там скачайте по ссылке. У него есть сайт. Вот. И сайт очень, очень. Ну, на литовском тут все понятно. Вот третий пункт фотографии. Тут собрано прямо все. Смотрите, с 56-го по... Прям куча-куча фотографий. По вот прямо... По сейчас, да? Там 97-й, по крайней мере, есть год. Вот. Он интересный фотограф. Посмотрите, такая прямо хронология классная. Вот. Да, это и волосы мальчик. Дальше еще один знакомый мне лично фотограф-гуманист, это Женя Мохарев, конечно же, питерский классный фотограф. У него есть несколько поднаправлений, да? Но вот очень многие фотографии с подростками, в том числе и такие достаточно античные, постановочные, они все равно деланы с ребятами, которые живут в определенном месте там. Это все знают друг друга эти ребята. Это тоже... Ну, это не как какой-то детдом, но это некая коммуна, где живут разные люди. Там много детей. И некоторые дети там, ну, как это сказать, приблудные, по сути. Вот. И так далее. И, соответственно, вот он очень долго именно ходил туда и протоколировал вот эту вот жизнь их, как они росли. Это на среднем там расположено. Гениальное место совершенно. Этот балкон суперский. Там очень круто курить и сидеть летом. Вот, с видом на средний. А мы так сложилось, что мы там репетировали. Ну, майору группы, в которой я играл, мы в этой же квартире репетировали очень часто. И поэтому тоже там тусили. И, соответственно, вот. Соответственно, все это видели. Что сядет? Ну, вот началось опять. Он сядет. Ну, а ты в бан пойдешь, наверное, сейчас еще раз что-нибудь такое напишешь. Вот, реально. Окей. И вот эти вот люди, это реально их жизнь, как они там были. Очень интересно его умение тоже в контакт ходить, фотографировать. То есть такая прямо безусловная любовь к тем, кого он снимает. Какие-то ребята с улицы какие-то. Просто подростки. Просто с кем-то он где-то познакомился. Там дети его знакомых и так далее. Вот. Сами знакомые. То есть очень здорово. Он снимал, вот особенно в 90-е. А он начинал еще с 90-х, с конца. Даже раньше Веденина. Вот. И это потрясающе такая. Он видел в этом определенную красоту. Такая красота достаточно античная, классическая. Это удивительно такое сочетание. Да, какие-то подростки такие. Ну, из очень бедных семей в том числе. Вообще чуть ли не полубеспризорники, да, где-то в Питере. И одновременно такая вот эстетика. Вот. Ну, посмотрите тоже. Женя Мохарев. О, видно даже, что там как общага там. Живут в четвером в одной комнате. Прям кровать стоит. Два яруса. Вот. Кухонька. И, соответственно, у него тоже есть такие, ну, то есть у него есть просто портретная история с какими-то персонажами, а есть прям сюжеты, которые, не знаю, как сказать, которые имеют и такое именно сюжетное содержание или какие-то архетипичные отсылки. Вот. Есть и просто фотки, как вот это у нас тут, например, у Прибалтийской, там, то есть он просто вышел на улицу, там, организовал подростков и снял. Вот. И все. Очень классная эстетика. Да, есть какие-то ребята вот где-то вот на канале, там, у Семи Мостова, где они там. Вот. В общем, он не только снимал, да, по договоренности, но и взаимодействовал на улице, и это тоже такой как бы гуманизм. Но, реально, у Мохарева есть очень хороший, ну, видимо, надо тебя забанить. Да, квадратов много, потому что, смотрите, это пленочные времена, а квадратный формат был на среднем формате, квадратное, это вот так вот, да, сделаем, так, вот. Соответственно, квадратный формат, это просто было некое необходимость, потому что были очень хорошие компактные фотоаппараты, которые, то есть это удивительная тоже вещь, здесь как раз я вижу перекличку с Димой Марковым, но у него квадратный формат был за Инстаграма, если вы помните, сперва Инстаграм требовал только квадратный формат, то есть в те годы, когда он туда вписался, начал снимать, там было только все квадратное, не было других отношений сторон, и сперва в Инстаграме все фоткали квадраты, и Дима Марков тоже, а потом уже стали разные формы, но люди все равно продолжили квадраты, а у этих товарищей пленочных квадраты почему? Потому что среднеформатные камеры, самые компактные и хорошие, это типа Reliflex, Hasselblad, которые можно было носить с собой, снимать с рук, они все были квадрат 6х6, был очень популярный для немецких камер формат, было много камер 6х6, у меня вот такой Reliflex из квадратный, им очень удобно снимать, он маленький, он, ну то есть для среднеформатной пленки, а узкая пленка не давала нужного качества, а этот давал с рук в любом месте, в любой обстановке, у него не было прыгающего зеркала, в общем, короче, просто снимали этой техникой квадратной, потому что она была удобная, и позволяла в походных условиях получить хорошее качественное разрешение, качественную картинку, да, и вот так это и превышлось, но он снимал и на Лейку, и на, да, 6х6, он снимал Мохарев, Женя и стрит, кстати, вот интересно, что его стрит менее известен, но стрит у него офигенный, вот у него была, например, такая выставка прогулки по городу серии, он несколько лет снимал стрит, ходил к Питеру ночам, по вечерам, и если вы найдете, поищите в интернете эту Мохарев, вот эти вот именно стрит-кадры его, они потрясающие, вот, совершенно тоже интересные разные события, люди, очень красивая графика. И, кстати, вот у нас тоже, у нашей группы, собственно, обложка альбома была, Present Perfect называлась наша группа, вот, у нас был альбом, 5 миллионов он назывался, это количество жителей в Питере, и обложка была, это тоже фотография Жени Мохарева, снятая в Кронштадте, где подростки бегают и прыгают, и, кстати, вы увидите отсылку к этому, то есть у Маркова тоже есть классные фотки, где по гаражам прыгают дети, очень похожие. Вот, еще один интересный гуманист, который, несомненно, достоин, это Олег Веденин, это фотограф, который, вот, я сперва узнал про Мохарева и увидел его работы, и буквально Мохарев был еще в конце 90-х, а в начале, в самом 2000-х появился Олег Веденин, человек, который, в принципе, работал, у него была работа, какие-то свои дела, и он всегда, фотография для него всегда была хобби. И он никогда активно не продвигал свою фотографию, всегда он был тоже таким неким коллекционером, то есть он просто коллекционировал людей, но часто очень ездил, коллекционировал людей. Но Веденин просто потрясающий, вот, у него супер, у него почти, у него гораздо меньше экшена в его работах, то есть у работы тоже квадрат, в основном его любимый формат это квадрат, тоже ролифлекс 2.8, вот. Он протоколировал типчик, то есть он находил, но эти люди, они были в разных местах, то есть они были где-то в глубинке, в каких-то, он ездил к каким-то городам, там, по Волжье, там, еще что-то, Золотое кольцо, ну, вот, то есть он, хотя сам он там в Москве сидел, в Нью-Йорке он был где-то, по-моему, но вот он ездил специально, да, и вот там всякие люди, он снимал очень разных людей, и подростков, и даже каких-то там чуть ли не дорожных проституток, каких-то там всякие деклассированные элементы, да, то есть вот женщины на заправках, проститутки какие-то там в глубинке, дальнобои какие-то, еще кто-то, да, внизу ссылка в описании, там можно скачать презу будет, вот, и он детей очень классно снимал, и у него с такой это любовью, у него очень пронзительные персонажи, и очень классное чувство момента, как-то он-то выхватывал, и вот коллекционировал на этих персонажей прямо действительно в глубинке, вот в дороге, в разных местах, то есть это потрясающе просто, вы только посмотрите, вот, Веденин, конечно, сильный, вот именно персонажи, у него не про сюжет, не про ситуацию, а именно про персонажа, как развиться стрит-фотографу, ведь не все становятся известными так широко, наверное, надо не, если ты хочешь быть таким фотографом, фотографом-гуманистом, то тебе не надо хотеть быть известным, как говорится, бодливый корой бог рок не дает, все эти ребята, они стали известными не потому, что они этого хотели. Мы сейчас смотрим, практически все вот эти ребята, вот, они сумасшедшие, они повернуты, то есть Мохарев, Веденин, Суткус, они не могли не снимать, они все время снимали, снимали, снимали людей, коллекционировали этих людей, и никто, вот, Веденин, он вообще, он, к нему был большой интерес, особенно в начале, в середине двух, в середине двухтысячных, вот эти фотосайты, 2005 год, 2006, я помню, мы как раз познакомились, и он был очень, Веденин был очень популярен в интернете, его работы на всех фотосайтах были очень популярны, и он их даже не старался продавать, то есть у него хотели их купить, а он ничего не делал, он до сих пор такой, он не старался их продавать, не монетизировал эти работы, хотя можно было издать книжки, там еще что-то делать, можно было продавать зарубежные, вот как Мохарев продавал зарубежные галереи, и другие фотографы продавали Максим Мишин, они с зарубежными агентствами работали, продавали свои работы за рубежом. Веденин не очень вообще этого хотел, и он снимал просто вот это чистое коллекционирование, безумное коллекционирование, он тратил много времени и сил, но не поискал от этого отдачи какой-то, не особо себя как фотограф даже позиционировал и продвигал, да, он говорил, я просто вот, ну мне нравится, я это делаю и все, я не стараюсь что-то продавать или что-то, вот интернет укладываю, вот, и, ну вот это огромное количество, это такая любознательность, совершенно фанатичное желание встретить и познакомиться с разными людьми, то есть ради того, что с людьми познакомиться, увидеть этих людей, исследовать этих людей, во многом фотоаппарат это был его инструмент исследования, да, и это было коллекционирование, ну это просто потрясающе, это очень здорово, вот, и он, это вот все такие фотографы, они в основном занимаются этим, потому что у них действительно есть какая-то любовь и интерес к людям, они не могут не коллекционировать этих людей посредством, когда они узнают про фотографию, да, им попадает в руки фотоаппарат, они начинают, так они очень общительные, они самим интересные люди, без фотоаппарата даже, но они начинают фотографировать и, 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 и как называется, ну как это сказать, собирать, это собирательство, сперва это для себя делают, а потом уже это начинают делиться с людьми, и люди замечают, что это круто, потому что это классно, это красиво и очень здорово, ну, у него есть талант, да, у Веденина, у Мохарева, у них всех есть талант, красивые картинки, у Маркова тоже есть талант, его работа красивые, я услышал тут на днях от фотодрочеров каких-то, которые обсуждали, что Марков умер, все, что они обсуждали, да, это проданная за 2 миллиона работа и то, что у него фотки так себе, ну, там же бакешечки нет, там телефон, понимаете, ну, вот, и это вот потрясающая история, когда просто не видят люди упрямо, ну, там же в этих фотографиях, там эстетика просто караваджевская, свет, там красиво, это, несмотря на то, что они красивые очень у Маркова фотографии, мы об этом поговорим, а люди в упор это не видят просто, вот и все, это очень интересно. Окей, вот, смотрите, тут тоже есть доля такой иронии чего-то, да, Россия, такие вот типчики. Ну, в общем, Веденин, Веденин он классный, интересно, что Веденин снимал не только детей, здесь больше акцент, ну, и не только вот таких персонажей, у него есть еще несколько параллельных ипостасей, наверное, вот, ну, вот коллекционирование персонажей это самое, то, что им больше всего удавалось, вот, прямо так вот по центру просто, и самое хорошее, вот, да, то есть, ну, Марков, у него крутейшая композиция света, еще у него содержание есть, и мы об этом сейчас поговорим, мы разберем его работы, мы уже подходим к этому, давайте сперва пробежимся, вот, но просто я не понимаю, как можно смотреть на Маркова, не понимать, в чем прикол, и говорит, да, фигня фотки, так себе вообще, просто, просто распиарен человек, то есть, я вот это услышал буквально вчера, там, я просто такой руколицо просто слеподыренный, понимаете, они слеподыренно ничего не видят, они обсуждают фотографии, они ничего не видят, только марки фотик могут обсуждать, в упор не видят, красиво, некрасиво, им плевать просто, у них нету эстетики, они просто логику пытаются понять, хорошая работа или плохая, вот, да, и вот у Веденина, кроме таких персонажей, которые сами по себе тоже потрясающие, у него есть еще, еще и другие виды фото, у него есть вот фото гостиницы с девушками, все, конечно, вся страна обсуждала, он с этими девушками, ну, как я понимаю, он основного, он их фотографировал в таком стиле, то есть, был такой стиль, портрет вот девушки в отеле, а-ля пост, посткаэтальный блюз такой, да, но в действительности он вроде как, ну, ладно, мы не знаем, что там было и как, но в смысле, что вот он снимал девушку, именно такой у него был жанр, такая целая огромная серия, где девушки вот в разных отелях, провинциальных, на кровати они обычно такие, ну, вот такой вот сюжет, как вот книга «In my room» у Соула Лейтера, у него есть интересная и необычная для него книга с фотографиями «In my room», где именно девушки переодеваются в своих комнатах, то есть он приходил в комнату девушки, пройдет там время и снимал, как она там переодевается, там думает, лежит что-то, такое будуарное в каком-то смысле фото, и вот это вот очень похоже на этот «In my room» Соула Лейтера, только в исполнении Веденина тоже есть очень, да, фото этого человека говорит о том, что он очень любит людей, от этого тащится, абсолютно правильно. Нет, не Чернядев, Чернядев это, слушайте, Чернядев это жуткое убожество, это отстойно, это просто такая, это такая слабая сексуализация, причем она не очень эстетичная, она очень, очень кетчуп, просто Макдональдс какой-то, здесь это хорошее, это народное блюдо, да, такое блюдо русской кухни, но хорошее, то есть это как бы здесь, это тонкое, это прикольно, это с настроением, какой тут Чернядев, ну ребят, ну пожалуйста не сравнивайте, там это просто, просто закусочная какая-то, вот. А еще интересно, что у Веденина были и такие а-ля жанровые кадры или какие-то вот такие с эстетикой такой, но они у него менее удачные получались, но тоже интересно, у него есть вот тоже, видите, это как раз на леечку очевидно, вот, почему такие фотографы любят ролифлекс, лейки такие, но тоже у него тут интересное было, и у него, ну в общем посмотрите, поищите Веденина, у него есть странички в интернете, посмотрите, что он снимал, у него было еще несколько направлений, но самое классное это, конечно, вот это, вот эти вот его персонажи, вот, это просто невероятно, по России он ездил и искал их, и, кстати, он их придирчиво искал, вот, а Чернядев, он понимаете, это просто наподрочить, это не, ну ладно, извините, не буду заговорить, вот, мне нравится у нас тут моралисты, фотографировать порочную жизнь, считая неэтичной, это все равно, чтобы пропагандировать грех, ну, я думаю, что у тебя тоже надо сейчас, сейчас мы это нажмем кнопочку, и ты не сможешь ничего больше писать, не надо за других людей решать, что они могут фотографировать, а что нет, вот, то есть это очень глупо, вот это запретительство, попытки всех ограничивать, люди бывают разные, что такое порог, тоже, понятие, очень сложное, у людей разные ситуации, разная жизнь, и как раз гуманизм это о том, чтобы уметь, безусловно, принимать, и принимать, и понимать, и показывать, здесь не должно быть отношения к таковому, вот, окей, смотрите дальше, значит, кроме Веденина, да, как бы, кто еще у нас есть, а еще есть, очень мне нравится, замечательная девушка, вот недалеко от меня на Ваське живет, в Питере, Анна Бочарова, о ней мало кто знает, но она просто потрясающий тоже фотограф-гуманист, она уже, наверное, лет 15, если не уже почти 20, ходит постоянно по улице, снимает людей, хотя она работает, то есть свободно от работы время, она гуляет и снимает людей, она бывает ездит в другие страны, ее даже приглашают, вот, и очень, у нее очень интересные, грань, то есть она гуманист, но у нее в ее работах есть и доля вот этой современной метафизики, она мне очень нравится, она классная, какая-то загадочность, ее работы все немножко неправильные, они тоже очень про жизнь и про людей, про любовь к ним, она тоже любит всяких подростков, там, без прибзорников, забулды же каких-то, вот, ну, она, да, в целом гуманист, ну, она просто есть гуманист, слушайте, вот, я ее обожаю, она потрясаю, я постоянно ее встречаю, потому что я тоже много гуляю в этом городе, постоянно ее встречаю, обнимаюсь с ней, она вот ходит со своими двумя там фотиками, что-то снимает, что-то гуляет, иногда трезвая, иногда нет, ну, вроде сейчас трезвая она все время почти, вот, здоровье уже не позволяет, ну, короче, это потрясающе, вот, ее интерес просто к жизни, когда ты смотришь, когда ты смотришь на ее работы, это такой Питер, это Питер, и он у нас загадочный, мистический одновременно, то есть она такая гуманист с мистическим привкусом, у меня есть несколько ее работ в коллекции, как бы, это просто очень здорово, потрясающе. Да, вот Лера говорит, я, говорит, много лет делаю подборки, фотограф, вижу кучу красоты, ищу ее постоянно, и каждый стрим, и знаю новую фамилию, типа Чернядио, смотрю и ужасаюсь, да, лучше бы ты не узнавала эту фамилию, Лера, вот, ну ладно, ну, в общем, вот, смотрите, это Сушка, кстати, ее зовут Сушкой, это даже кличка, и все ее так и знают, как Сушка, но она, в смысле, это существо, она сама существо, в хорошем смысле слова, да, существо гуманист, вот, всегда ее стараюсь пиарить, когда могу, чтобы люди ее посмотрели, потому что тоже это потрясный совершенно фотограф со своим каким-то невероятным миром и взглядом на вещи, значит, она, да, причем у нее есть какие-то самоиздатные книги, вы можете их у нее купить, я думаю, лично найти ее просто, это не эффекта, это так, она так снимает, это запотевшие объективы, старые камеры, какой-нибудь, вот, ты с мороза заходишь в помещение, у тебя вся запотевает твоя лейка, вот, она ей фоткает, и она, вот, размытие пленки, грязь, она сама печатает, сама прямо дома печатает, у меня отпечатками руками делает, то есть это все, это все прям такое вот оно и есть, вот, это очень круто, круто, смотрите, иногда у нее такие эксперименты с чем-то таким вообще контрастным, абстрактным, вот, у меня такие тоже есть работы некоторые, вот, это, кстати, очень похоже на, у Нахтвея была такая же собака или у кого, или у Пелегрина, не помню, у кого-то из, из Магнума была очень похожая собака, вот, вот это посмотрите, трушно, да, очень душевно и круто, я говорю, она видит Питер как никто, это такой абсолютно мистический город со странными людьми, очень нуарно такими метафизичными, и даже просто город она видит так интересно, вот, да, Мариама тоже, да, посмотрите, как женщина сидит, просто потрясающе это женщина, как в кафе каком-то французском или что-то, очень прессионистично, вот, ну, в общем, это сушка, сущ, да, сущ это значит существо, а он молнию поймал, смотрите, как классно, вот, да, у Мариама есть, но еще не только у Мариама, есть еще у этого, у, из Магнума еще одного чувака есть, вот этот сюжет с собакой много у кого есть, я тут на Филиппинах такую собаку снял, тоже размытую на Риге, надо было вставить свое еще, вот, окей, вот, это сушка, это ее работы, и если вам интересно, то у нее, зовут Иоанна Бочарова, есть вот такой сайт, и, соответственно, там много-много-много-много картинок, пожалуйста, вот там Нью-Йорк съездила, там она, вот, какие там фотографии какие-то, ну, короче, там можно все это посмотреть, у нее офигенно клево большой сайт, там много фоток, тоже, как и у Суткуса, можете походить, посмотреть, обязательно сходите, вот такая ссылка, вот, и у нее, я думаю, можно с ней связаться и заказать у нее, господи, она недорого купить, у нее отпечаток себе, она, я думаю, недорого продаст, или книжечку какую-нибудь там, самоиздатную, у нее наверняка есть какие-то книжки с ее работают, вот, и мы подходим к Диме Маркову, ну что ж, да, подходим к главной теме, значит, еще раз скажу, зачем я, нас, кстати, 700 человек, ребята, про всех не будет, потому что сегодня моя главная тема Дима Маркова, и я выбрал вот этих вот гуманистов, сколько там, 6-7, я их выбрал для того, чтобы они все нам подвели к Диме, потому что я увидел в работах Димы немножко от каждого, да, и это вот, нет, я себя, я себя не отношу, конечно, к гуманистам, я не гуманист, вот, но я стараюсь любить людей, понимать, насколько я это могу, но учитывая, сколько я с ними работаю, тяжело, конечно, безусловной любви во мне, наверное, нет все-таки к людям, безусловной такой, прям, вот, как у Сушки или там у Димы Маркова, такой, наверное, нет, но у меня регулярно есть какие-то такие про гуманистические проявления у меня возникают, там, кому-нибудь или задонатить, или помочь, или что-то сделать, я это делаю, вот, то есть, как это, сотворить добро какое-то, но, наверное, это не является таким вот главным, глубинным во мне, наверное, моя главная функция, моя, это, ну, Мухин, это немножко другое, Мухин более, кстати, он тоже подростков, но в нем я не вижу гуманизма, ну, в моем понимании, вот, моя функция менять людей, да, менять, это, а есть функция любить, это другая функция, вот, мне главное менять, кто-то любит, вот, ладно, все, там, нет, Лера, я не подскажу, он по-хорошему писал, ну, ладно, все, Бильбо, да, уважительно относимся, я говорю всегда Валерия, как правило, да, Максим, Лера, вот, окей, это интерес с любовью, интерес вызванный любовью, ну, к объекту любви, мы всегда интерес у нас к объекту любви, понимаете, не просто интерес, есть такой еще интерес исследовательский, такой холодный, как вот интерес к крысу ты препарируешь какую-нибудь там, эксперименты над ней ставишь, это не то, это не гуманизм, а когда интерес вызван любовью, это гуманизм, у этих ребят интерес вызван именно любовью, они начали снимать из-за этого, но мы подошли к самому главному, так, дорогие мои, наш 700 человек, ставьте обязательно лайки, обязательно распространяйте ссылку на эту, на этот стрим в самых разных чатиках, делайте репосты, я буду очень вам благодарен, спасибо большое, вот, если вы это сделаете, пускай люди посмотрят, увидят не только Диму Маркову, но и узнают таких людей, как Анна Бочарова, там, как Веденин и так далее, это тоже будет здорово, вот, и полезно, и внизу ей будет ссылка, можно эту презентацию скачать, спокойно посмотреть, а мы переходим к Диме, к анализу работ Димы, давайте посмотрим его. Вот Дима такой, важно очень понимать, какой он сам, он сам и есть вот этот проблемный подросток, хотя, казалось бы, он, вроде он не был в детстве проблемным подростки, и у него было образование, но почему-то он, став взрослым человеком, он был каким-то похожим на проблемного подростка, и вот это вот интересно, в нем это есть, как так, какой-то секрет, почему человек уже взрослые годы стал проблемным подростком, не знаю, посмотрите интервью Дудя, там вы это почувствуете и поймете, да. Интересно, что ранние работы Димы, они более, более, более жестокие, более такие драматично проблемные. Вот те годы, начиная с 2005-го, когда он как раз вот только-только с детьми, без призовников, ну вот из детских домов, не без призовников, а которые сложные и проблемные дети в детских домах, коррекционные детские дома и все такое. Вот, и когда он с этим всем связался и стал вот это снимать, от этих работ несло такой очень яркой болью, и они, ну то есть, у них это была скорее, они резали, резали, они так резали, задевали, они такие пронзительные, не в позитивном смысле, вот, были, хотя иногда там проскакивалось что-то доброе, то есть интересно, что, интересно, что вот он начинал тоже с такого, как вот Доротей Ланч, то есть такой же путь, да, скорее с негатива, констатации негатива, и передачи вот этих пронзительных болезненных эмоций от этих детей и так далее, он их транслировал, да, он их получал, а я вот был несколько в детском доме, я знаю, что там есть там это вот всегда эта штука, от нее не деться никуда, вот, и да, глубинка, терновый куст, дом родной, да, вот, но потом постепенно, когда он стал с ними работать в этом поселении, в частности жить, он как-то с этим примирился, то есть, видимо, сперва, но мое мнение такое, что если говорить психологически, то сперва это все очень задело Диму, конечно, и очень его травмировало, и вот эта вот эта несправедливость, боль, он что-то хотел с этим сделать, и за своей любви к людям, а сам ведь он из Подмосковья, он же не из суперглубинки, вот, но он переместился, то есть, он жил в Москве, а потом он переместился в эту глубинку, в небольшой город Подсков и так далее, то есть, он сам отправился в эту сторону, и вот в нем, он как ощущение, что мне кажется, что его способ победить вот эту вот, вот эту, победить вот эту боль, это смириться, прочувствовать и понять, что это не является, в общем-то, болью, то есть, он в каком-то смысле, погрузился сам во все это, чтобы найти с этим какое-то свое примирение, и он об этом много писал и говорил, вот, да мы все знаем, почему он умер, слушайте, ну хватит, ну все, вот все разговоры ваши только на тему, почему он умер, и что за 2 миллиона картину продал, где силовик с портретом Путина. Друзья, давайте глубже посмотрим, об этом и другие уже толдычат все это время во всех чатах, новостях, вот, как досужие бабки, ко-ко-ко, давайте все-таки про вот, про любовь к людям, про вот эту сторону, вот, и здесь, вот эта история, я почувствовал, я посмотрел, еще вот в ЖЖ, помню, его ранние работы были более пронзительными, с большей болью, но потом он таким образом с этим справился, вот это его все шокировало, увидело, как он коснулся этих детей домских, и вот вообще вот этих людей просто, он туда переехал, он стал там жить, быть, и для него это стало нормально, то есть он сказал, что жизнь, она такая, он постоянно говорит, ему все время говорят, чего вы снимаете чернуху, вы показываете Россию такую, вы показываете Россию сякую, он говорит, да нет, я просто, это, она есть такая жизнь, это неплохо, нехорошо, я там внутри как бы живу, это моя жизнь, я просто это, просто это мой дневник, это я показываю, вот, но люди упорно не могли это понять, они сказали какой-то окрас, какое-то отношение, да, вот, и вот эта вот история, Мне очень нравится, как он справился, вот его ранние работы с такой пронзительной некой болью, с какими-то такими темами. Вот у него есть работа, вот как раз он в этом поселении, где жили дети детдомовские, там такое поселение типа или деревня, и вот они там живут, значит, а вот они взрослеют и их выпускают оттуда с коррекцией, сложные подростки очень. Он вот снимал там их жизнь, и это очень резкие фотографии, в них очень много тоже какой-то боли, какой-то вот, может, из скрытой агрессии зажатой всего этого, они очень сильные страсти в этих работах видны, кроваджевский свет такой прям. И что интересно, потом его работы стали гораздо спокойнее, и они стали другими, то есть у них стало больше любви, меньше боли. Вот это удивительное изменение, сейчас вот эти старые работы, его не просто найти. Вот, у него в книжках-то уже поновее там все, и в инстаграме, но они были с болью изначально. Вот. Да, если бы была возможность, если бы, по поводу Гитлера, если бы у меня была возможность снять Гитлера, господи, я бы Гитлера снял и Сталина, и кого угодно бы снял с удовольствием. И Каллигулу, если бы была возможность, побежал бы просто. Нет, никаких вопросов абсолютно. Вот, да, чтобы приняли за своего. И вот, смотрите, чтобы такое снять, нужно не просто, чтобы тебя приняли за своего, он там воспитателем работал, то есть он туда переехал, ушел из аргументов и фактов, стал работать там воспитателем-волонтером. Он с этим подростком работал много лет. Это очень сложно, это очень непросто, и это сама отдача, некая жертвенность, то есть он пожертвовал себя во многом, да, этим подросткам отдал. Себя, свое время там, свои силы. Они с ними сложно, они высосут из тебя, все, это же еще их куча. Один-то ребенок в таком вот переходном возрасте, это обычно тяжело. Представьте себе, их там много, и ты работаешь воспитателем постоянно. Вот. Да, Максимишин отличный, но сегодня мы не про него, мы про других немножко фотографий. Вот. Максимишина я учился, собственно, в Гальперину в свое время, он классный. Был давно тогда, сейчас не знаю. Вот. И его работы взяли и изменились. И вот эта вот тревога, боль, вот эта драматургия, страсти караваджевские, они пропали. Точнее, они сохранились. Вот сейчас мы переходим к современному более вот тому финальному стилю Димы Маркова, который сложился благодаря Инстаграму в том числе, и остался вот так вот. Вот. Не знаю, как живут те подростки. Вот как Мохаревские живут герои, я знаю, они выросли, у них все классно, они клевые. А как те живут, не знаю. Да, он изменился сам, он в каком-то смысле стал спокойнее, принял такой некий вот этот дзен. И это чувствуется просто, я прям по работам это вижу. То есть где-то вот в 2010-2012 году с Димой произошла какая-то перемена. И мне кажется, он как-то вот нашел, нашел свое равновесие, свою гармонию с этим миром. И он стал снимать очень интересно. Нет, здесь именно любовь. Вот здесь вот сочувствую обездоленным и проблемным. Вот здесь, поначалу. И даже более того, пока демонстрация этой боли и попытка ее как-то вот передать дальше, передать из рук в руки дальше, чтобы самому не было больно. Вот я такое в нем вижу. А вот тут вот, вот тут он резко становится спокойнее, это все становится гораздо... Это уже, это такой просветленный взгляд, ну серьезно, без шуток, просветленный взгляд на вещи. То есть когда ты видишь мир, ты не делишь что-то на черное и белое, ты принимаешь вот все, что есть, видишь в этом красоту. И он начал видеть потрясающую красоту, даже вот сидит какая-то тетушка в туалете, но он видит в этом красоту. Вот. Да, картинка стала, заметьте, картинка стала менее страстной, она стала более спокойной, более такой светлой. Он нашел вот этот пресет вот свой, то есть у него заниженный контраст, у него телефонная съемка, там нет боке, да. Но у него все равно есть свет красивый, но у него нет таких ярких цветов, нет супер контраста, у него очень спокойная картинка, вот никакой обработки, просто она стала спокойной. Вот. И при этом содержательно все равно это не превратилось в какую-то, знаете ли, вот супер сладкую какую-то. Давайте посмотрим картинки, а потом обсудим. А чего удивительного-то? Ну снимал на телефон и снимал, все прекрасно. Да, знаете, в этом сохраняется очень сюжетность, то есть есть драматургия, у него есть постоянно, у него есть несколько инструментов, композиционные, у него есть всегда противопоставление и сравнение. То есть вот очень многие работы построены на сравнении, да, сидит парень такой военный смотрит, а там люди, да, их много, он один, он тут, они там. И вот эти сравнения, там, человечек и церковь, да, вот эта женщина, крупные лампы, которые, кто шире, лампа или тетенька. Да, это стало, его работы стали гораздо сложнее, они сложнее, они сильнее, у них надо вглядываться и понимать. Я понимаю, почему эти техноблогеры не догоняют, как бы, это творчество, оно требует, ну, определенного для прочтения. Да, ну тетенька Вау прям вообще шикарно, и тут есть такой юмор, некая-то сирония, вот, но он стал, увы, смотрите, парень сидит сзади, увы. Вот у него большинство работ современных, они построены либо на пронзительном типажах, там, подростки и так далее, вот, либо на сравнении, либо на каком-то моменте действия. Три, три типа, то есть, в принципе, вполне понятно, как его работы собраны. Но я не, это никоим образом не умаляет его вообще талант, потому что поди так сделай, ведь сколько он, ну, сколько надо ходить, сколько времени потратить, сколько кадров снять, чтобы такие остались. Да, телефон всегда в кармане, да, но вопрос не только в этом, вопрос в том, что он, он же не просто снимал все, что угодно на телефон, огромное количество людей снимают на телефон, и это неинтересно смотреть. То, что снимал Дима Марков, интересно смотреть. Более того, он еще был и журналом, да, он был сам в себе, это такое новое медиа. То есть, его Инстаграм был журналом, потому что он выкладывал работы, он писал под ними тексты, рассказывал разные истории. То есть, вот это его корни из аргументов фактов, он так и остался журналистом, да, он писал тексты и фотографии о людях, да, и фотографии прикладывал. И вот он рассказывал про жизнь людей, это просто потрясающе. Ну, это вы знаете, Битлз, Эбирот, только Гусис, это Гусис и Россия. Потрясающая просто картинка вообще. Вот, вот эта фотография с монашками, которые говорят, то есть чувство момента, надо увидеть же, успеть и среагировать. То есть, монашки заходят, а девушки выходят цветные. Видите, как хорошо, что там за этой дверью происходит? Вот, это просто это. Ну, тексты там интересные, слушайте, ну, тексты интересные там. Это интересно почитать, это свой жанр. Вот, абсолютно. Но суть в том, что вот он, у него был такой своё СМИ, который смотрим на углиниверситет. Тоже вот почитайте, что там написано. Ты лох, хахая, да пребудет царствие твое. Вот. И очень, очень у него при всём при этом, то есть, если вот не обращать внимание, что это телефон, да, не напрягаться. У него же, у него и диагонали, и композиция, и свет прикольный, и цвета очень классные зачастую. Это здорово. Вот опять противопоставление, видите, да, то есть драматургия. Приходите учиться в драматургии фотографии, в этом фото есть драматургия. Он противопоставляет этих девушек. Ну, композицию точку занять нужно, да. Но он, видите, он не состинялся, он взаимодействовал с объектами, очень часто они смотрят в камеру, они видят, что их снимают. Но он делал это быстро, он улыбался, он был как бы там внутри, то есть он всегда, всегда здесь Дима является участником события. Мы как зрители участвуем в этом событии. Вот мы там внутри общаемся, да, мы свой. Мы всегда инсайдер, мы свой. Свой в этом, во всём. Вот. Окей, ну тут гусье. Вот эта знаменитая работа, которая опять же изнутри, да, то есть он был участником этого события, вот ему там присудили административную какой-то штраф или что-то там. Так что это, это как бы вот. О, ну смотрите. Девушки как стоят. Три крана, три девушки. То есть композицию он работал потрясающе. Здесь клёвая композиция. И тоже противопоставление, да, вот эти голые тела, причём справа женские, слева мужские, посреди уборщик, наверху храм. Оттрясающе просто. Очень здорово. Посмотрите, если уж говорить о свете тоже, он же чувствовал свет, то есть прекрасный, очень тоже караваджевский свет. Парни, типажи, как бы снято невероятно. Очень красивый момент. Надо быть и гуманистом, да, и общаться, и не бояться, и взаимодействовать. Ну, здесь же очевидно, что люди не боятся телефона. Вот у нас с Лерой есть Рика, маленькая мыльничка чёрная, и тоже так работает. Если я иду, допустим, по пляжу, снимаю каких-нибудь типчиков там где-нибудь на Филиппинах или на улицах, или ещё, упаси Боже, в районах каких-нибудь, в какой-нибудь Марокко, где куча мусульман, они вообще, их нельзя фоткать, они на это просто нервничают, у них же по религии изображения нельзя делать. И вот когда ты снимаешь какую-нибудь клейку, или они, конечно, напрягаются, и всё это, проблемы бывают и так далее, да. А когда ты снимаешь на телефон, незаметно, уже проще. А или Рика, Рика такая маленькая мыльница, и никто эту мыльницу сейчас серьёзно не воспринимает. Типа, что за придурок со старым фотиком? Вот, все как-то спокойнее гораздо относятся. Есть такой момент, то есть и правда, большой фотик напрягает, да. Вот, людей, большой объектив там, большой фотик, а что-то маленькое такое меньше напрягает. Вот, вот здесь, смотрите, композиция, да, «Мозг против ребят», как и небо, красиво очень сделано. Вот, есть у него и прямые такие портреты, где он берёт, как виденин, да, он берёт пронзительным образом человека. Это тоже работает. Вот, вон, смотрите, одинокий лыжник. Дайнека, Дайнека, да, правильно, Дайнека и Самохвалов. Молодец, Павел вспомнил про Дайнеку, есть у меня тоже. Я не помню, есть у меня Дайнека и Самохвалов, по-моему, разбор есть на Ютюбе. Или его нет, или он есть. Если нет, надо выложить, кстати. А вот, по-моему, есть соцреализм Дайнека и Самохвалов. Тут вот очень интересное тоже противопоставление, где человек, по сути дела, сам с собой, да. Вон, такой некий конфликт, он смотрит на себя, красив ли он, хорош ли. Это очень круто, потрясающая фотка. И вот эта картинка, это одна из самых любимых картинок, многие её любят. Это что-то невероятное такое воспоминание из такого светлого постсоветского или раннероссийского, позднесоветского детства. Да, 80-е, 90-е, вот все мы это прошли, очень многие из нас. И потрясающе вот это, ты пришёл, ты играл на улице, лето, хорошая погода, школу не надо, ты прибегаешь домой, там тебе еды вкусной бабушка нафигачила, поешь и снова играть пойдёшь. Да? Серов, да, может быть, может быть. Так, картина, правда круто? Согласитесь, здесь всё, и цвет, и свет, и художество. То есть здесь не надо цепляться за телефонный квадрат, это действительно классный фотограф с очень высокой долей эстетики, которую нужно уметь увидеть. Сейчас нужно быть развитым и нужно видеть искусство, чтобы эту эстетику полностью всю считывать, да. Вот, я живу в Питере сейчас, я в Питере нахожусь, я на Филиппины ездил просто отдыхать, я снова начал ездить, кататься по миру и регулярно это делаю, путешествовать. Вот, планирую ещё сейчас кое-куда съездить, пару мест. Очень полезно ездить, смотреть на разных людей, разные места, это здорово. Вот, вот это вот тоже, смотрите. Вот это потрясающе, то есть какой фрейминг, это мне чем-то напоминает, кто, кстати, скажет, какой знаменитый американский художник, первый плейн 20 века, несомненно, похоже на него, но при этом про Россию и снег. Хоппер, молодец, Борис, молодец, возьми с полки пирожок или там какой-нибудь этот, да, хоппер, конечно, хоппер, смотрите. Ну, так что Дима Марков это не так просто, как кажется. Тут и Караваджо, и Хоппер, и Дайнека Самохвалова есть тут, есть насмотренность. Не важно, это вот прямо из головы или это интуитивно. Он много всего смотрел очень и как бы находил какие-то с вами работами, да, параллели, видимо. Как-то это в нем сработало, да, архитектура, такой фрейминг. Вот, у него есть и вот такие, как у Дуано, конечно же, истории, когда вот несколько персонажей, каждый делает что-то свое, очень похоже на Дуано, да, вы смотрите, там парочка это на заднем плане. Вот, а у Дюшки написано «Я несу красоту», да, на этом. А там сзади, смотрите, 1 июля, выборы какие-то. В общем, тут всего много, вот, и вот такие есть истории, да, бутылочки разные. Причем тут, там эти пустые бутылочки из-под этого алкоголя-то, боярышник, чем такого, какой-то бояр. Смотрите, это же, он не показывал это как чернуху, он в этом жил, он с пониманием, любовью к этому относился. Ну, хотят люди расслабиться после работы бутылочкой спиртовой настойки, но это их право. Вот, боярка, да, вот, такие тоже вещи. Смотрите, тут такая диагональ, тоже противопоставление, да, есть парень, есть грамота с тиграми, есть оружие, и они в таком треугольнике. Вот, вот это вот круто, баба. Еще тут здесь, что здесь, опять, смотрите, у него постоянно раз за разом вот этот прием противопоставления, да, бабушка и коровы. Глаза бабушки, взгляды коровы, Воловьи. Человек написал в чате, ребята, кто пережил, кстати, ставьте лайки, вот, подписывайтесь обязательно. Подписывайтесь на колокольчик. Ребята, кто как переживает февральский депресс фотографический? Вот уже к сезону чуть-чуть осталось, мотивации вообще нет. Ну, смотри, во-первых, кушай витамины, дружочек. Во-вторых, иди, вставай и снимай, иди снимать. Вот, все, что я могу сказать. Мне вот сейчас тут написали, возможно, завтра идти придется и снимать, хотя я думал, что это будет попозже. Но потом придется все срочно организовывать. Вот, поэтому, хопа. Да какая безнадега-то? Почему безнадега? Я не понимаю. Ну, какая безнадега? Ну, вот, может быть, вот это безнадега, а вот это что, безнадега, что ли? Да, отлично. А вот это безнадега? Нет. Даже это не безнадега, помылся, клево. А это разве безнадега? Ну, что вы вот так вот? Тут жизнь со всеми ее, тут очень поровну, тут поровну как бы безнадеги и прикола, и какое-то веселье, и радость тоже есть. Просто простая такая радость простых людей, вот, может, не такая, что там айфон новый купил, что-то другое. Это не безнадега. Еще раз, это просто, это жизнеописание, это дневник, дневник каждый день. Вот, мне очень нравится, красиво. Караваджевский, это не как в Рембрандтовский. Вообще, приходите ко мне на курсы, и там вы все узнаете, очень точно, в определении, как это ставить. Есть те да Винчи, дальше он становится более драматизированным, уходит в Караваджо. Дальше у нас Караваджо превращается, если еще градус драматизации мы повышаем определенным образом, сдвигаем свет больше вбок, там, контраст увеличивается, он превращается в Рембрандта. Дальше он становится локальным, то есть еще больше, да, как бы, вот, и так далее. Там потом, а совсем потом это нуар превращается. Есть непрерывная такая трансформация разных видов света друг в друга. Если вы хотите об этом узнать, мой курс «Фотография главная», приходите. Вот, это да, это жизнь. Вот это вот классная картинка, мы тут Краснокамск узнали, собственно говоря, в этом трубопроводе, поэтому она здесь. Так что всю Россию, ну, он много ездил по России, по небольшим городам, смотрел это, это Урал рядом с Пермию, да, Пермь. Вот, там Краснокамск есть под Пермию. Ну, иногда у него есть такая графическая работа, но чаще у него люди, но иногда есть что-то такое пейзажно-графическое. Вот, смотрите, женщины цветы, девушки цветы. Это же позитивно, разве это плохо? Наверное, где-то в Питере, я не знаю, очень похоже на финляндский вокзал вообще-то. Да, мне тоже нравится. Я, в действительности, смотрю его работы, меня не испытываю негатива, честно говоря. У меня позитивно, мне всегда нравилось смотреть его работы. У него какая-то такая приятная ностальгия, вот этот Крокодил Гена. Вот можно к нему относиться негативно, а можно классно. Ну, он же прикольный, детство вспомнить. Вот, конечно, нужно очень много ходить, чтобы так снимать. Видите, оркестр на фоне заброшенного, какой-то театр или вокзал, какой-то театр был. И такой оркестр вообще. Вот. Ну, вот тут есть и такое, лежит такой. Вот такие ребятки. Модные, модники, кстати. Модно оделись бабушкины. Я не знаю, во что это они оделись. Выглядит просто супер. Практически Баленсиага. Гвасалия. Наверное, Гвасалия. Вот. Вот та история с детьми, которая как у Мохарева, да, которые прыгают, бегают. Постоянно у него такое было. И это очень интересно. Вот, конечно, вот очень испранзительные истории там про... Папу и Малида там с ребенком, про всяких таких персонажей. Он еще писал там это надо. И тоже контраст, да, видите, здесь гениальный контраст между светлой церковью и вот этой историей. Нет, это не калаш, у него нет калашей. И, ребята, ну что, это, конечно же, снято просто одним кадром. Момент. Это момент, такое бывает. Просто идите на площадку, посмотрите, где дети играют, за какими-то гаражами прыгают. И всего лишь пару часов проведете времени и поймаете много таких кадров. Попробуйте. Почему бы и нет. Вот, смотрите, например. Вот. Просто потусите там. Решающий момент, да, тоже напоминает Брессона и прочее. Вот. Это... Ну, насчет нет постановочных опять немножко неправильно. То есть у него были плюс-минус постановочные истории, когда его приглашали снимать там к сериалам бэкстейджа, в том числе он делал портреты там актрисам. Ну, то есть были моменты в АИФ, когда он работал по заказу редакции, он там делал. Ну, то есть у него были плюс-мало. И, конечно, он такой сильно-сильно жанрово-репортажный, не страдает постановкой. Но бывало, да. И, соответственно, квадрат, он вот как повелось в Инстаграме, вот тоже это момент именно пойманный. Вот я тоже параллель с работой Мохарева провожу, да, чтобы вы видели. Да, про людей на улице, конечно, понятно, нет. Но и взаимодействие. Он себя не скрывает. То есть они его видят, он с ними разговаривает. То есть он как бы изнутри. Это не абсолютно такое остраненное наблюдение, да. Вот. Ну и у него были еще работы там и с солдатами связанные. Он снимал там в 15-м году. И это связанные сейчас с подготовкой там мобилизованных. Чего-то он делал, там проект срочников каких-то он снимал и так далее. Вот. Вот. Тоже у него такое было. Но он не особо это выпячивал. Он больше... Все-таки, наверное, Дима Марков – это больше фотограф не про систему, да, как вот система, политика, страна. А это фотограф... Лайки ставим, у нас ровно 700 человек. Это фотограф про людей. Не вот про... Не фотограф вот этой безликой большой массы, да, как некоторые бывают. Я не говорю, что это плохо. А фотограф вот все-таки вот такой конкретный. Вот есть конкретный ребенок, он его снял. Конкретная личность, конкретный персонаж. Да. Вот хороший... Да. Причина смерти был художником. Умер в рассвете сил на вершине своей карьеры. На вершине популярности. Не сдулся, не состарился, как старый, там, не знаю, солист группы Алиса. А вот... Не превратился в ужасное зрелище. Или там солист группы Кьюр. Сейчас жутко смотреть, во что они все превращаются. А это как ее... Как Жанна Гарбыш, эта солистка тоже уже стала. Вот. А он, вот Дима Марков, он ушел от нас на пике. На пике с самыми своими классными работами. И он был самый классный. И вот как надо прям. Просветление. Просветлился и ушел. Да. Вот, может быть, умение вовремя уйти, это... Ну, ладно. Кому что тут. У каждого своя судьба. И, видите, да, очень хорошо пишут в чате, что... Пример нытьком, который ноет, что и в дыре нечего снимать. Абсолютно то же. Абсолютно точно. Вот. Совершенно точно. Последний пост был пророчерский. Ну, возможно, он чувствовал свое здоровье и так далее. Вы должны тоже понимать. Вот. Вот. Короче, Дима Марков классный. Помянем его хорошим словом. Точнее, уже помянули. Но не он один существует. Видите, я вам показал. И кроме тех фамилий, которых я показал, он назвал. А презентация эта была из 279 слайдов, дорогие мои. Вот. 279 слайдов. Вот это 278-й, а вот 279-й. Спасибо. Спасибо, что вы сегодня пришли. Что мы с вами вместе все посидели и помянули Диму, посмотрели на его работы, поняли, кто он. И самое главное, я надеюсь, что вы поняли, что он снимал ни чернуху, ни то, ни свое отношение, ни какую-то там больную, неправильную, захолустную Россию. Он снимал людей, которые ему нравились, он смотрел на них любящим взглядом в любой ситуации и пытался вот этой любовью с нами делиться. В этом и есть суть фотографа-гуманиста. И примеры я вам показал тоже не зря. Значит, обязательно скачивайте внизу, ставьте лайки, колокольчик, подписка, репостите это видео везде, в чатике для всяких фотографов. Пусть всякие дрочеры злятся и говорят, да непонятно, что такого в этом хайпанувшем Маркове. Вот. Если вы хотите эту презентацию, внизу будет ссылка. По ней можно получить презентацию, скачать, там заполнить, и вам она придет. Вот. Соответственно, здесь много хороших работ. Вы еще спокойно, я думаю, их посмотрите в более спокойном темпе, а также погуглите остальные фотомили, которые я упомянул и что как. Да, я сегодня, конечно, не всех, не всех, конечно, фотограф-гуманист упомянул, всех невозможно. Может, еще потом кого-нибудь сделаю и так далее. У меня разные разборы бывают. Но тех, кого я сегодня взял, они как бы подводят к Диме. С Димой он сложился как некая функция из всех этих фотографов, да, и мы в его работах увидели очень много перекличек и, ну, как это, как наследование. Он продолжал, продолжает этот путь. Вот. Так что такие дела. Вот. Спасибо вам за ваше спасибо. Я очень рад, что вам понравилось. Вот. Смотрите. Не мог не сделать, когда узнал, что вот Дмитрий. Хотел, все хотел сделать про него что-то. Ну, все время откладываешь, знаете, откладываешь, что-нибудь другое. Там потом, когда-нибудь, сейчас другие есть. Потом вот. У меня была идея сделать про гуманистов стрим. Я такой, потом сделаю про гуманистов. Вот. И тут мне во время стрима пишут, что, оп, Дмитрий умер. Я такой думаю. Ну, придется. Значит, придется сделать. Что поделать, да. В качестве, так сказать, этого отдания салюта. Вот. Да, классно. Я рад, что вам понравилось. Все, ребята. Внизу ссылка. Презентуху эту берите. И подписывайтесь на мой канал. У меня есть канал. Тоже у него ссылка внизу есть. Вот. Вот. Тут как раз. Все. Очень много же у меня разных стримов на разные темы с разборами. Вот, смотрите, азиатский автор, еще что-то. Фотографии сюда выкладываю, которые я фотографирую. И так далее. И вот, собственно говоря, и бэкстейджи бывают какие-то. Если вам все это интересно, подпишитесь. Вот, собственно, по Диммарку. Смотрите, тут ребята присылали картинки, которые больше всего нравятся. Хотя интересно, человек прислал почти все картинки без людей. То есть у него есть и пейзажные такие интересные. Как бы. Вот, прям, ну, это просто репинский сюжет. Ну, реально. Ну, просто вот репин вообще. Да. Вот Краснокамск тоже. Вот тоже, ребята. То есть мне он очень нравится. Он такой русский художник. Русский художник про русских людей. Художник. Вот там с этой, да, девушкой-инвалидом, у которой толком ни рук, ни ног, ее монах тащит. Известная тоже работа очень. Вот эти девочки, две сестры, очень крутая работа, да. Ну, короче, заходите, посмотрите. Там еще много всяких фоток разных. Вон, присылали ребята. И не пропустите, если будете подписаны на мой канал, не пропустите потом другие трансляции. А тема у меня очень интересная. Все. Всех люблю. Ребята, живите долго. Создавайте. Дима уже создал себе нерукотворный памятник. Вы еще нет. Создавайте сперва. И только потом уже, когда уже прославитесь, что-то сделаете большое, классное в жизни, отпечатает, что уже после вас останется, да. Тогда уже можете там, чего хотите вытворять. Вот. Все. Да, идите фоткать. Вот правильно. Иди снимаю. Бери фотик, иди снимай. Очень хорошая мысль. И видите, любить людей иногда это очень прикольно. И не надо гнаться за, да. Вот он не гнался за деньгами, популярностью чем-то. То есть, если вы хотите задать мне вопрос, как вот стрит-фотограф стать известным, что никому сейчас стрит не нужен, кому это нужно. Видите, нужно. Просто нужно быть самоотверженным, как Аня Бочарова-Сушка, как Дима Марков. И тогда вы будете нужным, у вас будут десятки тысяч человек, там, и сотни вас смотреть, будут любить, и клянчить у вас работы продать, там, книжку какую-нибудь сделать. Но это самоотверженность, да. Здесь, цель здесь не должна быть деньги, цель должна быть поделиться вот этим, тем, что, ну, вот у вас может быть что-то, у кого-то любовь. У меня, я хочу менять людей, я делюсь этим, да. Я делаю кучу бесплатного обучающего контента из-за этого. Я преподаю, потому что это моя функция, да, моя миссия. А вот у Димы Маркова миссия вот такая была. Он транслировал жизнь обычных людей, людей с проблемами. И делал это круто. Он молодец. Вот. Вот. Он говорит, зря, Медведев, ты молодец, зря говоришь, что не любишь людей, если бы не было таких стримов. Нет, я люблю людей, просто я их люблю не настолько, безусловно, как Дима Марков, наверное. И плюс я, конечно, я не толерантен, не люблю тех, кто ко мне негативно себя проявляет. Я сразу же так же включаюсь и начинаю в ответ. То есть, может быть, зря, может быть, пора уже успокоиться в этом смысле, да. То есть, я люблю тех, кто меня любит, кто вот меня слушает, там, ко мне приходит, уважительно общается, их я люблю. Конечно, кто учится у меня там. Вот. А здесь мы говорили, конечно, о любви такой, прям, безусловной ко всем, да. Вот. Так что так. Уходя, оставить свет, это больше, чем остаться. Да, молодцы. Хоть узнал, что Медведев тоже человек. Я так как раз человек. Это просто... Некоторые хотят... Очень хотят всех убедить, что это не так. Но кто знает меня лично, тот знает, какой я человек. Любить свое дело нужно, несомненно. Подставить вторую счет. Да не, не надо ничего подставлять, надо просто не разговаривать, просто банн, до свидания. Вот и все. Вот. Просто чтобы не мешали заниматься делом. Не мешали как раз делать людям прекрасные бесплатные стримы. Популярность на него свалилась случайно. Он долго к этому шел. Еще в ЖЖ он собирал свою аудиторию. Потом в Инстаграме. Каждый день он снимал и публикал снимки. Он ее добился. То есть он долго к этому шел. Она просто потом в какой-то момент взрывается. То есть смотрите, ну вы думаете, ну она взорвалась, но он к этому шел. Он создал этот свой стиль. Он снял кучу работ. Он сдал две книги. У него были выставки. Кстати, если вам интересно, первые выставки Дмитрия были за рубежом. Первую книгу ему издали за рубежом. Его там заметили. И это не случайность. Его заметили за его работой и нашли. Вот. Так что так. Очень здорово провести с нами вечер в памяти Диме. Да, согласен. Согласен. Давай кулачок. У Дудя с Марком интервью. Я об этом говорил, да, в начале. Просто вы не с начала стрима смотрите. Я сразу сказал, что есть интервью у Дудя. Обязательно его посмотрите, чтобы понять, кто он. Какие у него свои были проблемы, как он живет и так далее. Меня тут забанили или нет? По-моему, не забанили. У Дудя есть с Марком большое интервью. Да, так. Привет. Художник занимается, потому что он может заниматься. Ну, не важно, почему художник занимается. То есть у художника есть... Очень часто искусство – это инструмент. То есть у человека есть какая-то цель. Например, у меня есть цель – менять людей. А мои стримы, мое блогерство, мои курсы – это уже инструмент, чтобы это делать. Также вот у Маркова есть какая-то цель. Например, вот он хотел, ну, не знаю, примирить, объяснить, что такая жизнь – это нормально. И что, не знаю, у него был свой взгляд на жизнь. Этот взгляд, его сильный, пронзительный, вот эта вот необходимость этим взглядом поделиться, она его толкала. И дальше он нашел способ. Вот фотография. Ей делился. Книгу о гуманистической фотографии не знаю такого. Смотрите мои стримы, вот я что знаю, рассказываю. Ну, то есть мы очень часто думаем, что на любую тему есть какая-то книга. Типа кто-то взял и за нас все написал. Нет. Очень многие темы, они или плохо раскрыты в книгах, или просто нет таких книг. Вот, в частности, обучая фотографии, я постоянно сталкиваюсь с тем, что на очень много тем нет ни одной сносной книги. Вообще ни одной. Один найди. Хочется собирать информацию из кучи источников, изучать много всего, перерабатывать ее и, собственно говоря, уже рассказывать вам потом. Да, спасибо, пожалуйста. Все, дорогие мои, всех люблю, всех обнял. Подписывайтесь, делитесь этим стримом с другими. Нас было аж 700 человек. Классно посидели, классно Диму помянули. В хорошем ключе, в добром и позитивном. Вот, и это здорово. Я думаю, он рад. Все, да, Сьюзен Зонтек читать это мало кому поможет с точки зрения марктических фотографий. До этого надо, нужно еще дорасти до того момента, когда чтение Сьюзен Зонтек сделает твои работы лучше. Ну, может быть, может быть, и такой момент наступает в жизни. Вот, ну все, пока-пока, увидимся. Подписывайтесь, будет еще много стримов. Субтитры сделал DimaTorzok